В городской администрации состоялось первое в этом году заседание Межведомственной комиссии по охране труда. В повестку было включено 4 вопроса. Один из них касался случая производственного травматизма, произошедшего в четвертом квартале прошлого года. Подробности в следующем сюжете. Несчастный случай произошел при строительстве газопровода. В его причинах и обстоятельствах разбирались специалисты. Не рассчитали погодные условия и угол склона. При этом автомобиль сошел со склона, то есть шел в этот момент снег с дождем. Было очень скользко и автомобиль стал неконтролируемым и упал, собрался. Машинист бурал в установке, он был за рулем. Выпрыгнул, при этом получил травмы. По несчастному случаю на предприятии сразу было проведено внеплановый инструктаж на рабочем месте. Проведено собрание со всеми работниками. К Сергею Макарову, представителю организации, где произошел несчастный случай, у присутствующих было много вопросов. В свою очередь он заверил их в том, что на предприятии проведен ремонт оборудования. Сотрудники в плохую погоду теперь не работают, а к июню запланирована специальная оценка условий труда. Его охрана и безопасность являются важной задачей. Специалисты управления по труду и социальной защите населения ведут постоянный мониторинг в рамках всего города. Здесь возможно более вопрос цикличности, чем ухудшение ситуации на самом деле. Также есть положительные моменты. Например, что касается медицинских осмотров, то мы в 2018 году добились 100% результата. То есть все, кто подлежал нашему муниципальному образованию из организаций, охваченных мониторингом, все прошли обязательный медицинский осмотр. Профилактическая направленность, обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в целях определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, а также в целях ранимого выявления профилактики заболеваний. Городские медики провели свыше 7 тысяч медосмотров. По их результатам более 40 лабетнанцев не были допущены к работе. Основная причина – патологии сердечно-сосудистой системы. Хорошее здоровье – основа качественной жизни, следовательно, просветительскую и профилактическую работу необходимо продолжить, подчеркнули участники завещания и перешли к обсуждению следующих вопросов. В повестке дня их было четыре, и все они касались охраны труда горожан. Случаев, подобных тому, что произошло при строительстве газопровода в октябре прошлого года, не должно повториться, подытожила председатель комиссии Светлана Драчук. Ирина Волокитина, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...